Я вижу тебя в эфире. Поехали. Поехали. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Доброе субботнее утро. Доброе, доброе. Да, здравствуйте. Доброе утро. В эфире программа «Линии». У нас в гостях глава Крыма Сергей Аксенов. С места в карьер вопросов очень много. Национальные проекты. Сергей Валерьевич, наверное, уже можно говорить о том, что происходило совсем недавно на южном берегу Крыма. Ваша встреча с президентом. Какие национальные проекты будут реализованы? Какие из них будут реализованы в Крыму? Сколько получит средств полуостров? И что мы для Крыма сможем построить на эти деньги? На самом деле, в рамках НАСПроектов обсуждаются больше вопросы не строительства, а создания и формирования определенной среды в определенных направлениях. При этом, нами уже утверждено в рамках национальных проектов 49 региональных программ. Всего национальных проектов, в которых будет участвовать Республика Крым-11. Региональные все программы, все проекты уже приняты нами. Направлено на согласование Федеральное министерство, федеральные органы власти, где до 20 января, соответственно, совместно с коллегами, то есть будут уточнены параметры программы и количество мероприятий. Ну и, соответственно, целевые показатели, которые необходимо достигнуть. То есть сегодня вопрос строительства объектов, то есть не стоит, к примеру, то есть по модели здравоохранения. Стоит вопрос обеспечения лекарственными препаратами, бесплатными практически всех категорий граждан. Стоит вопрос обновления оборудования и модернизации системы здравоохранения в Республике Крым. То есть вот покупка и приобретение оборудования, в первую очередь, то есть для детских учреждений, поликлиник, больниц, это входит в программу. Общий объем программы на сегодняшний день по национальным проектам на территории Республики Крым составляет 78 миллиардов рублей. Опять же, предварительно, предварительно. Это на сколько лет, за сколько лет? На 6 лет, до 2024 года. Различные целевые показатели в каждом проекте. К примеру, там цифровая экономика. Вопрос, конечно, повышения информатизации. Организация межведомственного документа оборота электронного. То есть подача интернета в каждое село Республики Крым. Соответственно, увеличение качества доступности государственных услуг. Поскольку, к сожалению, большому, сегодня забюрократичная система зачастую получить документы, своевременное разрешение, согласование невозможно. Ну и многие должностные лица, к сожалению, пользуются тем, что, к примеру, отсутствует градостроительная документация. То есть есть на что ссылаться для того, чтобы вежливо человеку отказать. А иногда и невежливо. Ну и для многих, конечно, граждан превращается в испытание. Это хождение в органы власти. То есть за тем, чтобы получить консультации, ну, за справки я уже не говорю. То есть превращается в настоящее испытание. И необходимо силу воли и характер проявлять. Это недопустимо. Но я к чему говорю. Конечно, поэтому в рамках национальных проектов. То есть повышение качества доступности образования. По проекту экология. По обеспечению 100% населения качественной питьевой водой. К сожалению, в Республике Крым сегодня до 30% населенных пунктов не имеет качественной питьевой воды. Ну, в силу, то есть как бы уже сложившихся причин и в том числе действия киевских властей в части перекрытия Северокрымского канала. Вопрос строительства жилья. Крым должен будет сдавать там по 650 тысяч квадратных метров в год жилья. При этом это не только вопрос строительства. Это вопрос создания инструментов на территории Республики Крым. Доступные ипотечные кредиты в данном случае. Льготные условия для различных категорий граждан. В первую очередь для молодежи. Для специалистов конкретных профессий, которых не хватает сегодня на территории Республики Крым. Ну и в общем обеспечение категории населения. Это многодетных людей. Тех, кто не может в силу своих условий. Есть много же людей, которые попали в сложные жизненные ситуации. И которые не имеют перспективы приобрести себе жилье. Для этих людей должны быть разработаны отдельные программы. Отдельные меры поддержки. Поэтому в данном случае, то есть как бы нас проекты. Наверное, больше даже формирование инструментов для достижения там конкретных целей. При этом, да, вот в программе образования мы сейчас просим Министерство образования Российской Федерации учесть наши потребности. Нам необходимо построить 7 новых сельских школ. Пока нам согласовывают предварительно только 4. Ну вот переговоры у нас сейчас идут. И в части вот таких моментов спорных федеральные министерства до 20 января доведут нам повестку дня. При этом, конечно, наше мнение слышат. Мы общаемся, обсуждаем с коллегами эти параметры. Участвуем во всех без исключения процессах. Проект «Демография». У нас повышение количества рождаемости на территории Республики Крым. При этом меры стимулирования. Понятно, это в первую очередь, конечно, доступность опять же жилья. То есть как бы эти все программы все взаимосвязаны. Это комплекс, да, получается? Это комплекс целый мер. То есть, конечно, в проекте «Демография», то есть как бы в том числе здоровый образ жизни, то есть как бы отказ от вредных привычек, там, здоровое питание. Чего опять же не сделаешь без комплекса мер, там, по борьбе там с фальсификатом, который на сегодняшний день, к сожалению, то есть как бы заполнил наши полки, в том числе торговых сетей. Ну, это касается, там, молочка, мясные продукты, то есть, ну, в данном случае, то есть, когда в продуктах появляются вещества, которые, ну, в данном случае не являются настоящими составными частями, там, начиная от мясных изделий, там, и вот молочка, что пальма, масло, растительные жиры. Понятная ситуация. Если мы будем есть такие продукты, то достижение, там, среднего возраста жизни, то есть как бы для нас, там, на территории Республики Крым, ну, и не только, это вообще и по стране, в среднем, конечно, будет достаточно проблематичным. То есть, целый комплекс мер, направленных на то, чтобы повысить качество жизни в нашей стране, в Российской Федерации, ну, а нам, в Крыму, соответственно. Поэтому некоторые параметры еще не согласованы, и сказать сегодня там точно, что вот мы уже двигаемся в таком направлении, то есть, еще невозможно. Поэтому в течение января месяца все программы и проекты будут шлифоваться без исключения. Мало того, по их принятию, то есть, полностью это все будет доступно в публичном поле. Хотим максимально, в данном случае, до крымчан довести информацию о том, что будет сделано в ближайшее время, в ближайшие годы. Безопасные, качественные дороги. Вот по этой программе мы в этом году получим уже 1,8 млрд рублей, опять же, на реконструкцию, капитальный ремонт наших крымских дорог. То есть, доведение их до 2024 года, там более 40% региональных дорог сети до нормативного состояния. Там дороги региональные, для понимания нашими слушателями, это между селами. Это и между селами, и дороги межгородские. То есть, как бы у нас сегодня вот всего 2 федеральные, одна верная федеральная трасса, это будет трасса Таврида, которая, кстати, сегодня будет открыто. Движение по ней, вот мы буквально после вашего эфира, я выезжаю на трассу, мы проезжаем, смотрим. То есть, в принципе, все службы докладывают о готовности начать движение рабочее по трассе. Поэтому вот после выезда сегодня, наверное, движение возобновится. Ну и появится трасса, которая будет в Симферополе и в Патуре и Мирной, это тоже будет федеральная трасса, скорее всего. Ну и, наверное, будет ялтинское направление, мы договорились с коллегами. Это новость, вы еще об этом не говорили, все-таки дорога на Ялту будет делаться? Будет, конечно, точно так же, и будет, мало того, это, скорее всего, это будет тоже федеральная трасса. То есть, как бы нам проще будет, в федеральном бюджете всегда есть достаточно большие деньги на поддержание и обслуживание данных дорог. Поэтому вот три трассы будут федеральные. Все остальные это региональные дороги. Какие годы Евпатория и Ялта? Евпатория это федеральная целевая программа, 32 миллиарда рублей уже заложено и подтверждено изменениями в программу. Строительство дороги уже начато. Дорога будет в четырехполосном исполнении, то есть до 2022 года, то есть в полном объеме, будет построена до Евпатории, до Мирного. А Ялта? Ялта уже сейчас рассчитываются параметры. Я позавчера в Москве обсуждал стратегию развития, то есть то, о чем я говорил в плане создания единственного исполнителя работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, обслуживанию дорог, будет Крымавтодор совместно с частной компанией, с одной из крупных игроков, которая уже находится на территории республики Крым, имеет технику, мобилизовал сюда силы, коллектив трудовой. В данном случае пойдем по пути заключения соглашения с единственным исполнителем. Уже все остальные будут работать на субподряде, но по крайней мере генеральный подрядчик, такой как фирма ВАД, например, но это я сейчас не говорю о ВАДе непосредственно, такой как фирма ВАД, то есть которая в состоянии обеспечить строительство качественных дорог, но вот мы как раз сейчас проедем и посмотрим, я уверен, что качество покрытия отличается от того, что делали наши подрядчики, в частности в городе Симферополе. Поэтому пойдем по такому пути, при этом уже договорились о дополнительном финансировании, и вот мы по ремонту дорог непосредственно договорились с министром нашим транспорта, я проеду 7-8 числа, ну практически весь город Симферополь, мы для себя сядем вдвоем, то есть практически с мэром города, с Натальей Федоровной, пройдем, определим первоочередные участки, которые необходимо ремонтировать, ну а где вообще строить Симферополь, к сожалению, до дорожного строительства руки никогда у властей не доходили, поэтому... Рождества хорошего у дорожников, которые строили дороги в Симферополе, ремонтировали, может не быть? Вопрос даже не о строителях, а о руководителях, то есть в данном случае, тех, кто не смог организовать системным образом эту работу. К сожалению, большому качество, ну не то, что его в принципе нет, и я коллегам сказал, что до этого вот ситуация была практически такая же. Если я уже говорил, с закрытыми глазами проехать этот отрезок дороги, большинство изменений на себе не почувствуют. Игорь Валерьевич, раз таки о том, что вы говорили, дорожное строительство и о входе нового большого подрядчика, который единый подрядчик будет. Получается, мы можем сказать, что в следующем году фирма, у которых там один асфальтоукладчик какой-то и восемь таджиков, они уходят с полуострова. Вопрос не в национальностях, вопрос просто в том, что когда нанятый персонал, в данном случае, который не имеет соответствующей квалификации. Так или иначе? Уходит, конечно. Нет, больше такого не будет. Вот договорились, то есть при этом я переговорил с Дмитрием Николаевичем Казаком, вот позавчера мое предложение было поддержано. Мы готовим все документы об основаниях правительства, они будут направлены 9 января буквально. Поэтому ожидаем, что качество строительства дорог, ремонта дорог мы в Крыму за 2019 год улучшим. То есть просто систему контроля полностью меняем, то есть заключаем очень жесткие соглашения для тех надзоров, повышаем ответственность экспертизы, которая дает заключение на качество проектной документации. Поэтому уверен, что справимся с этой бедой. К сожалению, путь экспериментов приходится проходить, пытаемся в данном случае соблюдать нормы федерального законодательства, в той части, что по 44-му федеральному закону выигрывают подрядчики. Но, к сожалению, выходя на трассу, на дорогу, на объект, понимаем, что технологий у них серьезных нет. Да, действительно, там пару катков, несколько самосвалов и один асфальтобетонный завод, еще, как правило, арендуемый у кого-то. Поэтому в данном случае считаю, что ситуацию сможем изменить. Сергей Валерьевич, вернемся к нацпроектам. Приоткройте тайну. Насколько я знаю, что если в 2014 году Крым перенимал опыт, то теперь вот на встрече с президентом опыт крымского ФЦП, вот реализации и всех новых решений, которые проходили, касаемо стройматериалов, касаемо проектирования, проект их решений теперь у нас будут для реализации нацпроектов перенимать другие регионы. Потому что такого бесценного опыта, как у Крыма и Севастополя в стране, ни у кого нет по реализации больших вот таких выливаний. Вот мы говорим, по Крыму это 78 миллионов. Значит, поскольку федеральная целевая программа Республики Крым уникальна, уникальна в той части, что все проекты и целевые программы развития регионов принимались на основе готовой проектной документации, которая присутствовала в этих регионах. В Республике Крым же мы начинали с проектирования практически. То есть до нас никогда никто такие задачи в такие сроки не выполнял. Проектирование в том числе подразумевает, опять же, прохождение целой процедуры, то есть экспертиз, заключения и так далее. То есть это определенное время. Поэтому мы первые, кто шел по этому пути. Ко мне вот в Москве, когда проходил Госсовет, подходили коллеги, которым предстоит в ряде российских регионов тоже реализовать федеральные целевые программы. То есть те субъекты, которые были недофинансированы в предыдущие периоды. И коллеги тоже, ну так, с опасением говорят. То есть как бы нет кадров подготовленных в данном случае в регионе для реализации подобных программ. Сергей Ильич, как вы поступали, там расскажите. Потому что нас, похоже, ожидает там тот же путь. Поэтому, наверное, мы путем экспериментов, испытаний, на что делать, проходили последние 4,5 года. Думаю, что из этого будут извлечены уроки, соответствующий, положительный опыт будет тиражироваться дальше. Негативный постараемся максимально исключить. Крым поможет другим регионам для реализации вот таких историй. И на федеральном уровне будут приняты, с учетом Крыма, новые законодательные какие-то акты. Я знаю уже по стройматериалам, по проектированию уже изменения принято. Изменения принимаются, положительный опыт субъектов тиражируется. И с нами субъекты другие тоже в том числе делятся своими положительными достижениями. Так что обмениваемся информацией, помогаем друг другу. Сергей Валерьевич, вы как раз говорили про госсовет. Президент вас, всех губернаторов собирал. Какие напутствия говорил на следующий год, пожелания, какие задачи поставил президент? Это была последняя, по сути, встреча с губернаторами, такая большая глава государства. Какие задачи поставлены на следующий год? Задачи все амбициозные. На самом деле, главное, это задача любых должностных лиц. Это непрерывная, постоянная связь с людьми, получение постоянной информации от граждан о том, какие проблемы волнуют, искать пути их решений. Но в общем, находиться в полном, постоянном контакте. Смысл же простой. Проблемы все есть, касаются большинства людей. Их мы понимаем, видим, но зачастую не доходят руки, не находим пути решения. А зачастую у ответственных лиц нет желания. Поэтому главное настроиться на то, что мы живем вместе. То есть нет такой ситуации, когда чиновники это отдельная группа людей, то есть которая в данном случае живет по своим правилам, законам, а люди это отдельно. Конечно, случаев и примеров негативных достаточно много. Однако, то есть хочу сказать, что мы понимаем ситуацию. И вот максимально за январь-февраль месяц проверим у нас все регламенты, все процедуры, которые сегодня проходят граждане путем социологического опроса, с помощью волонтеров наших. То есть мы и так-то знаем, по сути, там всю проблематику. Однако вопрос другой. Хотим теперь узкие места установить конкретные для каждого города, для каждого региона. Они на самом деле, то есть в некоторых местах разнятся. Разные возможности с точки зрения модернизации, там системы здравоохранения, там системы Росреестра, системы предоставления услуг в каждом регионе Республики Крым. Поэтому и детали в проблемах где-то имеют свои особенности территориальные. Но в любом случае январь месяц посвятим как раз тому, чтобы проверить, насколько сближены администрации, насколько качественные и быстрые услуги предоставляются. Мы постараемся помочь. Крым 2.4 начал свое большое расследование по этим фирмам-невидимкам, которые оказывают бесплатные услуги за деньги. Есть некоторые ведомства, которые бесплатный пакет услуг для населения умудряются оказывать через фирмах-посредника за 45 тысяч. Главная проблема сегодня это непроходимость бесплатных услуг в отдельных направлениях. Причем достаточно значимых для людей. Поэтому мы эту ситуацию должны поломать. Буду благодарен журналистам при освещении таких важных знаковых проблем. Сергей Валерьевич, в этом году, ознаменован этот год был такими крупными событиями, как открытие нового аэропорта, как открытие Крымского моста, такой масштабный объект, стройка века. И, конечно же, сейчас открывается участок трассы Таврида. Люди ждут, люди ждут с нетерпением. И хотелось бы узнать, какие конкретные результаты, что получат жители Крыма? В первую очередь, это связь с материком, постоянную стабильную транспортную артерию. Сегодня, конечно, дорога Керчь-Симферополь страшно перегружена. Мы видим, то есть выехать иногда в какие-то конкретные пиковые часы зачастую невозможно. Пробки стоят по 2-3 часа в сторону Феодосии. Достаточно проблематично, особенно он с выезда из города Симферополя. Считаю, что как раз открытие трассы сегодня облегчит жизнь всем автолюбителям. Соответственно, в части достижения и регионов Республики Крым, ну и материковой части Российской Федерации. Так что, на мой взгляд, мы сегодня проедем сами, а к вечеру, когда движение откроется, на следующий день можно будет автолюбителей опросить. Но уверен, что и качество движения по этой дороге, и время движения, то есть скоростные показатели удовлетворят всех. А вот что касается? Конечно, да, но не сегодня. Сегодня я еду с коллегами на осмотр, а уже, соответственно, в выходные, праздничные дни получится возможность. У меня все равно практически выходных не будет, поэтому буду ездить по Крыму, соответственно, формировать и подчищать планы, которые намечены на 2019 год. Вот что касается цен, все-таки люди надеются, что с открытием новых возможностей, с приходом новых застройщиков, новых фигурантов на рынке, появится какая-то конкуренция, конкурентная среда увеличится, и все-таки цены как-то упадут. Ну, конкуренция, наверное, это первое, в данном случае, условие обеспечения достойных приемлемых цен. К сожалению, то есть как бы мы пока соревновались внутри Республики, то есть крупные игроки рынка не заходили на территорию Республики, но это касается не только продовольственных сетей, это касается практически любых сетевых крупных компаний. Да, экономически понимаем, что многие боятся попасть под удар санкций, соответственно, потерять больше, чем они вкладывают в Республику. Политически, конечно, не понимаем, допустим, какие причины могут быть для того, чтобы не заходить в полноценный российский регион, в полноценный российский субъект. Конечно, от этого зависит и социально-экономическая ситуация, ведь когда в регионе есть крупный градообразующий, бюджетообразующий, то есть игрок, вот такие, как крупные наши монопольные компании, это, соответственно, рабочие места, это налогообложение, это вообще формирование другого экономического климата в регионе. К сожалению, то есть мы пока в этой части от субъектов Российской Федерации отстаем. Но уверен, что будут приняты и политические решения, то есть и данная ситуация так или иначе разрешится, никуда мы не денемся. Железнодорожное сообщение, когда откроется, вот думаем, что все-таки это будет достаточным толчком для того, чтобы крупные партии товаров завозить, соответственно, самым дешевым видом транспорта. Ну, надеемся, что все получится. А кто-то уже говорил с вами, приоткройте тайну из больших сетевиков, выразил желание хотя бы в ближайший год войти все-таки в Крыму? Да, выразил, но под другой торговой маркой. Соответственно, мы не настаиваем, то есть понимаем, в каких условиях они работают, и я буду поддерживать реализацию подобных проектов. Пока назвать сетевиков не могу, там бренды готовятся, но, тем не менее, то есть работу такую ведем, еще раз говорю, не только с продовольственными сетями, хотя нас интересует, конечно, в первую очередь, это продовольство и лекарственные препараты. Условная шестерочка может появиться в Крыму. Сергей Валерьевич, порты, единственная, по-моему, еще такая транспортная сфера, которая до конца не заработала. Вот знаем, что буквально на прошлой неделе ушел такой большой сухогруз с зерном в Сирию. Когда заработают остальные порты, вот Феодосийский начал немножко оживать, Ялтинский, Керченский порт. И какие перспективы с этим может озвучить? И какие-то сирийские решения? Знаем, что говорили в командировке в Сирию и про Эльминит, и про другие вещи. И что Сирия готова к поставке фосфата? На самом деле, вот сейчас идет процесс формирования судоходной компании. Я же говорил, что есть суда, готовые участвовать в этом процессе. То есть, ну, по сути, которые уже являются санкционными. Мы договорились, что загрузка всех практически грузов, включая, возможно, включая грузы Министерства обороны, мы сейчас переговоры заканчиваем, в том числе будет вестись из крымских морских портов. Соответственно, конечно, это для нас возможность поддержать экономику Крыма, но и трудовой коллектив, там более 2,5 тысяч людей работает на сегодняшний день. Сокращений не будет до тех пор, пока я не вижу полный план действий. Соответственно, никаких движений в части сокращения трудового коллектива не будет. Возможно, их и не будет вообще. Стоит вопрос оптимизировать и привести штатную численное соответствие. Поскольку есть списанные суда, стоящие на берегу, на которых до сих пор команды там находятся, приписаны, соответственно, получают какие-то деньги. Я всегда говорю, да, надо поддерживать в данном случае людей, понимать, что происходит, но тем не менее, то есть как бы не идти по пути того, чтобы просто мы в данном случае без совершения каких-то действий, ну, извините, тупо выплачивали там премиальные, соответственно, без соответствующей работы. Динамические обоснования во всем все равно. В любом случае, конечно, поэтому делаем это постепенно, никаких резких шагов и движений быть не должно, соответственно. Понимаем, что у нас определенные особенности и нюансы в части трудоустройства, конечно, особенно, тем более, специалистов по узким направлениям, в том числе и портовиков. Так что никто на улицу выброшен не будет. То есть как бы предложения по сокращению администрации, которые были в прошлом году, то есть как бы я их отверг. И в данном случае вот мы сейчас формируем процесс загрузки. Как только он будет весь сформирован, будет понятно, то есть какое количество людей с точки зрения обоснования экономики сможет спокойно работать и получает достойную зарплату. Но в любом случае, то есть с каждым индивидуально будет работа. И еще раз говорю, никаких массовых сокращений не планируется. Я, в принципе, считаю, что останется работать весь коллектив. Фосфаты сирийские, когда они поступят все-таки на полуостров, поступят ли, будут, не будут? Просто есть много разговоров об этом. Идет разговор, во-первых, с частными компаниями, что фосфаты добывает частная компания, что потребляет у нас там условно наша химия. Крымская, это тоже все частные компании. Наша задача организовать коммуникацию, подсказать, какие средства, какие транспортные средства, в какой период и по какому коридору могут эти грузы на территорию Республики Крым доставить. Поэтому вот сегодня этот процесс обсуждения идет. То, что касается государственных программ, поддержек и так далее, поставки стратегических грузов, зерновых, угля и так далее, это будем принимать решение мы, соответственно, органы власти. А вот с точки зрения таких коммуникаций, уверен, что они нужны, то есть как бы уверен, что и частники найдут в данном случае общий язык, при этом активно очень нам помогает посольство Российской Федерации в Сирийско-Арабской Республике. Главное определить связующие звенья ответственных лиц, которые работают на этом направлении. Мы понимаем, что, допустим, поставки тех же фосфатов, это трудоустройство большого количества граждан того же Армянска. Поэтому будем надеяться, что все сложится. Должно все срастись, по крайней мере, к этому есть все предпосылки. И тот участок титана, который изготовлял, производил удобрения, заработает? Конечно, конечно. Меняем немножко тему. Последние дни. ПЦП ежегодная тема конца года. Каламбур такой у меня получился. Скажите, есть ли какие-то уже итоги, можно ли их подвести? Что удалось, что не удалось? Нет, на самом деле, уровень освоения средств и качества мероприятия растет. Однако, конечно, совершенство нам еще достигать и достигать. При этом уже инструменты, в части того, что создано государственное казначейское предприятие, которое будет непосредственно заниматься подготовкой проектной документации, подготовкой технических заданий, техническим контролем, аудитом и так далее, оно уже создано. Мы всю структуру контроля внутри перестроили практически на сегодняшний день. Закрепление конкретных людей за конкретными объектами поставлено. То есть на самой первой стадии, от начала подготовки документов, будет конкретно сопровождать один человек. То есть нам проще будет в данном случае искать эти узкие места. И вот коллегам на последних встречах поставлена задача, что ни одна проблема больше трех дней подвешиваться без решения не должна. Если она подвешивается, это уже в данном случае некачественная работа должностных лиц. Это касается только ФЦП или всех других? Это практически по всем вопросам. То есть главная причина в чем? Отсутствие координации по горизонтали между органами власти. То есть договариваются, что берем, выполняем проект, соисполнители присутствуют, и начинается футболивание из кабинета в кабинет, документов и так далее, ну и ссылки. Те не сделали, эти не сделали, уже договорились. Не можете сделать сами. Нет у вас там полномочий, знаний не хватает, еще чего-то. Подходите, то есть будем решать там с моим участием. Соответственно, никто на самотек, ни один проект брошен не будет. Но в данном случае, если по проблеме не выходили, то есть на связь, на руководство, не выходили, не обозначали, что такая проблема стоит, соответственно, виноваты будут конкретные исполнители. Ну, критерии оценки деятельности должностных лиц будут уже сточены в этом направлении. Ну, соответственно, система мотивации, скорее всего, повысится так или иначе. Мы там ведем зависимость определенную, сдельную от количества и качества, веденных в эксплуатацию ежегодно объектов. Поэтому двигаемся. Я еще раз говорю, что федеральная целевая программа развития Крыма это уникальный инструмент для Российской Федерации. Такого нигде не было. Поэтому учимся. Ну, вот я говорю, коллеги, видя наш путь, уже сразу наперед подошли меня и спросили, как быть понимая, что специалистов, квалифицированных в регионе, в таком количестве нет. Опыт передадим. Скажите, вот три дня. Это решение принято после Феодосии. Я так понимаю, когда вы выслушали проблему людей, да, мы видели всю эту трансляцию, когда такие какие-то сумасшедшие проблемы, которые можно было решить давно на уровне города. Кстати, когда туда поедете и когда будут сделаны окончательные выводы по этому городу? 10 января выезжаем в Феодосию, проводим там окончательное совещание. При этом до этого однозначно, то есть мы должны отработать все поручения, которые были даны в ходе предыдущего выезда. Ситуация вся понятная. На самом деле отсутствие контакта, опять же, и желание администрации, то есть как бы работать непосредственно с населением, больше вникать в проблемы, которые волнуют людей. Все вопросы, которые были вынесены на повестку дня, то есть все, понятно, вопросы касались чисто муниципального образования и решены, могли быть спокойно, то есть полномочиями главы администрации, полномочиями совета. Однако, к сожалению, лебедь, рак и щука, мы видим, то есть в данном случае, отсутствие нацельности, работы на результат и, соответственно, решение вопросов, которые стоят перед федосийцами. Ну, вот просто полное нежелание. Все вопросы, по которым я выехал, ну, абсолютно, еще раз говорю, то есть как бы не касались даже республиканского уровня и обязаны были, решены быть должностными лицами на месте. Так что коллег предупредил, работать я ни за кого не буду, мы уже говорили. При этом, я могу сказать, что когда происходят какие-то кадровые замены, абсолютно здесь нет никакого хаоса там или никакой паники, то есть решения не принимаются спонтанно. Мало того, то есть как бы перед, в данном случае, даже не в том, что перед тем, как заменить, до этого проводится, то есть тотальная ревизия всех процедур и регламентов города, любого. Соответственно, профильные министры уже выезжают на место, то есть я понимаю, что управляемость присутствует, и даже в случае замены главы администрации, там, в течение какого-то периода, месяц-два, полностью будет обеспечено выполнение всех поставленных задач. Поэтому никакого риска в данном случае нет, но мы понимаем, что сегодня ходить упрашивать, то есть коллег, давайте все-таки возьмитесь там за ум, там, начните выполнять данные обещания, которые вы давали при назначении на должность. Ну, на это просто времени нет. Нам все нужно было вчера, позавчера. То есть мы, как всегда, стараемся двигаться гораздо быстрее, чем планируем. Но тоже зависит от желания, квалификации должностных лиц. При этом хочу сказать, конечно, что подавляющее большинство чиновников, тех, кто работает в органах государственной власти, все равно работает добросовестно. Просто у нас, знаете, как провал с точки зрения руководителей, квалифицированных. Если среднее звено не видит в данном случае перспективы и видит, что руководитель не занимается должным образом конкретным направлением, либо не понимает, ну, соответственно, понятно, этим все пользуются. Ну, и каждый использует данную ситуацию, так сказать, в свою сторону с целью решения или не решения конкретных задач. Там, где руководители вменяемые, то есть они способны объединить коллектив, сформировать такую психологически устойчивую команду, которая нацелена на решение и выполнение конкретных задач. Не на формирование отписки или отправить с тем, чтобы цель работы была отправить документ, так сказать, в длительное плавание по другим кабинетам, а именно нацеленность на решение конкретной задачи, конечно. Здесь людей-то правильно раздражает, что органы власти, которые обязаны по роду службы работать и выполнять задачи, направленные на повышение качества жизни, превращаются, по сути, в оппонента, с которым надо бороться, тратить на это силы, время личное и так далее. Вот такого быть не должно. Поэтому вот у нас задача, 19-й год, переломить эту тенденцию. Таких городов, как Феодосия, в Крыму еще много, куда вы можете приехать саммином. Нет, смотрите, мы-то будем выезжать за январь-февраль, выйдем во все муниципальные образования, не только города и сельские районы. На самом деле подобную работу проведем. При этом я вот и коллегам многим говорю, и главам администрации, что вы должны были посмотреть, что было в Феодосии, какие вопросы задавали, вот чего не получилось решить администрации Феодосии. Соответственно, принять для себя этим направлением дорожную карту определенную, собрать людей самих, собрать представителей собственников МКД, собрать управляющих компаний, собрать ресурсников, всех свести на одной площадке, провести такую работу, выявить вопросы, которые находятся, может быть, не в сфере компетенции данных управляющих компаний, МКД и ресурсоснабжающих организаций, принять управленческие решения. Если нет на это полномочия, обратиться ко мне. Но, тем не менее, не сидеть сложа руки, ожидая какой-то манны небесной. Поэтому все предупреждены об этом, мы проезд такой сделаем. Но за январь месяц мы договорились сначала полностью, мы в том числе и в администрациях, на выходе будем проводить опросы граждан. Причем достаточно простые, анкеты уже разработаны мне. Вот Ирина Валерьевна Кивякова и Дмитрий Анатольевич Полонский доложились о том, что короткая, понятная анкета без персональных данных, то есть, которая не будет занимать время у крымчан, однако направленных на выяснение обстоятельств посещения конкретного учреждения и, соответственно, какие проблемы больше всего волновали. Что не нравится, где получают отписки. Будет возможности мобильный телефон оставить, в случае, если вопрос не решен, с тем, чтобы мы обработали эту информацию и поняли, что надо делать. Вчера пишет мужчина, что четыре раза подавал документы на ввод в эксплуатацию в ГАСК гаража, то есть четыре раза получаешь обломный отказ, то есть, как бы просто под одну под копирку написанный. Конечно, когда все это превращается в борьбу, то есть, как бы то, что должно делаться автоматически при наличии там и соблюдении там определенных параметров, превращается в противостояние такое, но на которое силы и средства надо тратить и время. Это недопустимо. Вот январь-февраль месяц этому посвятим. В феврале и марте объедим все без исключения регионы, проведем аналогичные встречи, проясним, что сделано в части формирования и уточнения тарифной политики на местах непосредственно. Это касается всего от вывоза ТБО до квартплаты и платы за содержание. Всем приготовиться, да, и еще есть время, как бы, поговорить и вести участие в феодосийский опыт. Ну, конечно, все коллеги знают на самом деле, и я просто говорю, что должны в данном случае, каждый для себя должен извлекать уроки из опыта, который есть у соседей и у коллег. Я думаю, что главы администрации смотрели, то есть, наше совещание о феодосии, понимали, какие вопросы, я бы на их месте записал бы полностью себе все, и, соответственно, по такому же сценарию, даже до выезда Совмина, провел бы подобное же совещание в части усиления контактов между различными организациями, в том числе и общественниками. Предлагаю во второй части нашей программы добавить нам в интерактив немножко слушателей. Приходят вопросы. Приходят, да. Да, вот один из них, вопрос Сергею Валерьевичу, будет ли в ближайшем будущем восстановлен Сакский парк с водоемами, где лебеди в 90-е водились. Ну, это такие частные вопросы, я просто прошу наших слушателей не тратить время, но Сергею Валерьевичу... Здесь просто вот Сакский парк, как раз он был передан, было решение передать его администрации, находился в ведении Министерства экологии. В данном случае муниципалитет как раз занимается развитием этого парка. Наверное, надо в первую очередь спрашивать городские власти. При этом, если к нам обратятся за помощью, то, конечно, то есть, ну, в помощи отказано не будет, максимально постараемся помочь. Место досуга должно быть в каждом городе очень достойно, тем более, что люди-старожилы помнят, как это было раньше. То есть можно все это восстановить. Восстановить и былую славу, соответственно, и будущую перспективу нашу. Поэтому было бы желание. Вот вы видите, многие вопросы, которые и нам приходят, и вам задают, это касается даже лампочек в подъездах. Все считают, что проще добраться до главы Крыма, написать ему напрямую линию, чем поговорить со своим главой администрации. Это, наверное, нужно ввести один из показателей. Чем больше там жалоб вам поступает, тем хуже работает местная власть. На самом деле, вот мы же сделали анализ по истечению полугодия. Я, в принципе, на основании чего, то есть, как бы там определяю болевые точки. То есть я, во-первых, сам читаю все обращения, которые поступают. Во-вторых, на протяжении определенного периода просто мы их анализируем, на каком направлении их было больше всего. Ну, это касается не только муниципалитетов, а и просто направления здравоохранения, там, не знаю, жилищно-коммунальное хозяйство, образование и так далее. То есть, как бы, по всем без исключениям стараемся найти максимальный ответ, держать ситуацию на контроле. Однако обращений слишком много, не всегда, в том числе и наши коллеги качественно их отрабатывают. Однако, то есть, как бы, результативность на этом направлении за последний год повысилась. Ну, у нас существует, то есть, правило обратного обзвона, обратной связи с заявителями, но с тем, чтобы выяснить, насколько быстро, комфортно была решена или не решена там поставленная задача, которая указывалась в обращении. Сергей Иванович, вот на днях во исполнении указа президента России судостроительный завод «Море» передали ведомство госкорпорации «Ростех». Не предвидится ли в будущем передача других важных стратегических объектов крымских? Возможно, причем тут нет никакой разницы, то есть, на какой федеральный уровень или другим государственным службам предприятия, может быть, даже муниципального уровня будут переданы подобные предприятия, лишь бы, опять же, была понятна цель, для чего это делается, и какими средствами эту цель достичь. Конечно, то есть, поэтому, если только существует крупный партнер на материке, который готов обеспечить, в данном случае, выполнение такой задачи, я понимаю, что будет сохранено или увеличено количество рабочих мест, соответственно, появится реальный налогоплательщик на территории республики, то есть, будет передаваться без проблем данное предприятие. При этом, конечно, в любом случае, будет полностью поставлен в известность коллектив, мы с профсоюзами поддерживаем активно связь в этом направлении, то есть, в любом случае, при совершении подобных действий, трудовые коллективы должны быть защищены от возможного воздействия. Крым-Телеком, миллиард республика получила, новые объекты в следующем году будут, какие это объекты, и, возможно ли, приватизация в будущем, не говорим об этом сейчас, в ближайшем времени, Черноморнефтегаза? На самом деле, опять же, все определяется эффективностью и результативностью. Надо просто определиться, в каком направлении двигаться, посмотреть те предложения, которые существуют, ну и, соответственно, принимать решения. Все, будем руководствоваться в своих действиях только экономическими показателями. Поэтому, если экономика будет показывать, что это будет плюс, возможно, обсуждение по любым направлениям. Хотя я сторонник того, что все монополисты должны остаться в собственности государства. Крымэнерго, Крымгассети, Черноморнефтегаз и так далее. Но сегодня экономика такова, что если такие предложения от крупных игроков, у которых существуют определенные ресурсные возможности, которые нам позволят увеличить количество объектов, на которых будет произведено бурение, и, соответственно, добыча нефти и газа, то, конечно, возможно, государственно-частное партнерство, скорее всего, вряд ли там вопросы станут с приватизацией, а именно совместная деятельность. В том числе предлагают сейчас использование наших платформ на сирийском шельфе. В данном случае обсуждаются такие вопросы, поэтому у нас же техника абсолютно новая, которая способна бурить практически на любых глубинах. Обсуждаем совместную деятельность, в том числе и сейчас крупные игроки, которые в состоянии сдать ресурс, оборотный капитал, то есть для вовлечения нас в процесс. Можно резюмировать так. Если вдруг «Газпром» решит поучаствовать в разработке крымских недр, вы возражать не будете? Нет, конечно, только забуду. И второе, вы сейчас сказали очень большую новость, что, возможно, наши крымские буровые платформы мы увидим где-нибудь на рейде Латакия. Уже процесс идет, обсуждение, а сейчас обсуждаются эти элементы технологии и так далее. Поступают вопросы из Алушты. Задам вопрос по объездной дороге вокруг Алушты. Когда начнется строительство и как она пройдет? И причалы, когда начнется ремонт? Ремонт причалов. Это беда причала, беда очень большая. Причалов, 290 причалов и пристани по республике Крым, которые были нацелены на обслуживание малого судоходства. Сейчас Минтранс проводит их ревизию окончательно. У нас там первые на ремонт стоят причалы, которые находятся в наших дворцах, Воронцовский дворец и так далее. То есть там, где обслуживается, принимается большое количество туристов. При этом, опять же таки, для ремонта причалов должна идти программа развития малого судоходства. Соответственно, вот у нас в Севастополь были поставлены кометы, то есть три, которые обкатываются Министерством промышленности Российской Федерации. Соответственно, если этот опыт приживется, и появятся другие суда такого класса, и необходимость их швартовки в населенных пунктах Республики Крым, под них будут выделяться дальше деньги на ремонт причалов и пристани. Пока сегодня суда не ходят, то есть как бы тратить деньги или ставить эту задачу как первоочередную, я, конечно, не могу с точки зрения таких вопросов. Сначала другую инфраструктуру починю. Ну, конечно. Сначала, ну, есть же приоритеты, в конце концов. Если у нас нет судов, которые пристают к данному причалу, то, конечно, и вкладывать сегодня прямо деньги, никакой необходимости и целесообразности нет. Однако в городах, как инфраструктуру, как часть инфраструктуры, несомненно, их надо привести в соответствие для того, чтобы туристы увидели, что это не разрушается, а объект поддерживается в достойном нормативном состоянии. По строительству дороги в Алуште, в планы сейчас все корректируются, обсуждается, и у нас, в принципе, уже есть деньги зарезервированные на строительство, даже не строительство, а реконструкцию или капитальный ремонт дороги. Это суда Калушта, соответственно. Одна из самых красивых крымских дорог. Одна из самых красивых дорог. Да, более трех миллиардов рублей будет выделено из федерального бюджета на ремонт этой дороги. Это в каком году? Мы сейчас вот готовим проектную документацию буквально. Как только пройдут экспертизы заключения, и, соответственно, документы будут поданы для включения в программу. Но уже решение политическое, согласованное с федеральными властями, уже принято в этом направлении. Поэтому сейчас идет разработка технической документации. Не могу сказать, как будет формироваться обход, в каком формате, поскольку еще геология, геодезия не проведена, от рельефа местности, ну и, соответственно, от исследований будет зависеть, как эта трасса пройдет. Но в любом случае, мы договорились, что нацеливаемся на ремонт общей трассы то есть, как бы, Симферополь, Ялта. И еще раз говорю, скорее всего, вся трасса, она будет до Севастополя. Мы предварительно с Минтрансом России это обсуждали. Будет передана, ну, это будет федеральная трасса. А все федеральные трассы будут? Это уже будет не местного значения, а федеральная трасса? Федеральная трасса. И федеральное финансирование? Федеральное финансирование. Соответственно, федеральные службы будут отвечать за ремонт и поддержание их в нормативном состоянии. Меняем тему. Коррупция. Вы говорили, что продолжаете заниматься чиновниками, что будут новые уголовные дела, что-то уже можете озвучить? На самом деле нет. Это оперативная работа. Она идет, и могу сказать, то есть, как бы, что есть движение, есть понимание. То есть, не всех опыт своих коллег учит в данном случае соблюдать законодательство. Да, и в некоторых случаях до смеха доходит, когда опять приходят предприниматели, или приходят, ну, вот, люди просто, даже не предприниматели, рассказывают о том, как с них вымогают и так далее. Ну, такое ощущение, вот, знаете, как что ни телевизор не смотрят. То есть, как бы, чувство страха отсутствует. Или есть убежденность в том, что наказания не последуют. Ну, не знаю, что в голове у этих людей. Однако, думаю, что в большинстве случаев мы сможем добиться результатов, несмотря на то, что, конечно, да, есть проблемы. Не все расследования идут гладко, не все идут быстро. Там не везде получается, в данном случае, установить быстро виновных лиц, ну, и, как правило, компенсировать ущерб, который нанесен бюджету или конкретным гражданам. Но, тем не менее, могу сказать, что работа очень жестко на этом направлении будет продолжена. Все руководители силовых структур меня поддерживают в этом направлении. Мы с коллегами здесь в одной лодке находимся. Да, понимаем, что тоже есть вопросы, связанные с тем, что бывает некачественная работа, то есть, там, отделы, ну, городские, республиканские и так далее. То есть, не все, то есть, в состоянии быстро выполнять поставленные задачи. О каких суммах речь идет? Да сейчас я не стал бы даже суммы называть, зачастую, то есть, предварительно, это же приходят люди, то есть, как бы, делают там предварительно, условно, заявления, то есть, в котором там указывают, что с них вымогают, там, такую-то сумму. В дальнейшем, там, многие вещи, там, корректируются, кому-то аванс придают, уже перед этим задерживают. Но это вопросы касаются, в общем, оперативной деятельности. Я думаю, что сейчас мы не будем обсуждать детали. Я гарантирую, что результаты, вот, как раз, этих расследований будут в публичном доступе. То есть, по всем персонажам информация будет находиться в СМИ, и с каждым может сделать вывод, насколько правильно и быстро сработали и органы власти, и силовики. Вы всегда берете ответственность за всех людей в своей команде, а потом вдруг что-то происходит и... Подводят. Да, подводят. Человек попадается на взятки или что-то еще. Что вы чувствуете в этот момент? Какие у вас чувства? У меня чувство только одно. Досада, то есть, в том плане, что, ну, говорили, проясняли, то есть, как бы, клялись все без исключения и говорили, что, да, понимаем, приходим с другими целями. Поверьте, я же в жизни пришел работать в госслужбу из бизнеса, то есть, как бы, я знаю, что это такое, и при Украине, то есть, четко понимал, куда, в каком направлении там необходимо двигаться. Мало того, знал, кто, где, в каких организациях в данном случае берет плату за свои услуги. Сейчас, то есть, находясь с другой стороны, соответственно, отвечая за этот процесс, конечно, моя задача обеспечить в данном случае чистоту, прозрачность, соблюдение законодательства. Поэтому все коллеги предупреждаются, приходя на работу, на службу, о том, что пощады никому не будет. То есть, как бы, мало того, если вы считаете, что вы пришли как соратники, то есть, как бы, как те, кто хочет в данном случае, то есть, работать на достижение поставленных целей и задач, то есть, вы еще и моральную ответственность несете персонально. Кроме того, что вы нарушаете закон, вы еще и мое доверие, то есть, персонально, которое было оказано, в том числе, подводите, то есть, и, ну, изменяете данному слову. Так что, говорю сразу, и коллегам они знают, все, кто подвел, то есть, по всем, без исключения, будут приняты все законодательные меры. Ну, все, расследование, дальше суд, ну, и, соответственно, если будет установлена вина, будет приговор. По чиновникам, вы недавно, вот, цитата ваша с пресс-конференцией, вы бы послушали, что они мне иногда рассказывают. Так что же они вам все-таки рассказывают? Нет, это обоснование тех причин, из-за которых они считают было невозможно выполнить ту или иную задачу. Как правило, там, в 80% это абсолютно надуманные причины, то есть, не имеющие никакой связи с реальностью. Когда начинаем разбираться в деталях, а я дохожу, то есть, ну, до всех исполнителей непосредственно, то есть, тех, кто работал на земле и работал с документами, начинаем разбираться, как правило, выясняется, что можно было сделать, и мало того, можно было сделать и без моего участия, и так далее. Но считали так, что причины надуманные, поверхностно их озвучивают. При этом многие уже понимают, что я всегда в любом случае, то есть, постараюсь вникнуть в самые, так сказать, в самые маленькие нюансы, на которые, казалось бы, не обращают внимания. Но в любом случае, то есть, находим варианты решения данных вопросов. В этот момент вы начинаете понимать, сомневаться в адекватности чиновников. Да, и в управленческих республиках многих людей. Да, говоря если о сельском хозяйстве, Сергей Валерьевич, мы знаем, что вы собираетесь проводить такие, строить скорее экспериментальные комплексы сельскохозяйственные, состоящие из трех предприятий, в Жанкойском и Советском районах. И к середине 2019 года уже проверить, насколько эффективно они работают. Но при этом строительство водоводов для переброски воды в Северный Крым, с водохранилища Белогорского и Тайганского, начнется строительство где-то в 2019 году. До этого момента как проблему с водой решать будете при строительстве комплекса? На самом деле, на месте есть и условия. Мы подбирали такие населенные пункты, в котором как раз-таки проблема отсутствует. Мы варианты найдем. Мы же хотим как пилотный вариант провести. Это вопрос создания потребкооперации на селе. В первую очередь это касается возможности людей, которые выращивают продукцию на огородах, соответственно, сбывать ее без посредников. Будут построены торгово-распределительные центры, холодильники. То есть в районных центрах сейчас ведутся переговоры с частными, с крупными игроками, инвесторами. Будут созданы условия. Будут в том числе, возможно, под эту потребкооперацию переданы и торговые площади. Вот Юрий Михайлович Гоценюк взял на себя ответственность за формирование этого проекта. Мы как раз обкатаем за первое полугодие. То есть посмотрим, на какие результаты мы выходим. Задача одна вовлечь сельское население в процесс создания какого-то продукта на территории этого района, на территории села. Ну и, соответственно, возможность получения за это средств. По инициативе депутатов Красноперекопска, по сути, начата реформа управления в Крыму. В том числе сейчас обсуждается вопрос и, возможно, принятие госсоветом закона о сельских старостах, изменится количество депутатов. Что ждете от этой реформы, которая сейчас как-то будет проходить в Крыму? Будет изменяться количество депутатов, их станет меньше, выстроятся чуть более четкие властные вертикали. Что хотите вы именно от этого получить? Уменьшение бюрократии, повышение качества обслуживания граждан органами власти. Вот и все. То есть зачастую мы понимаем, что количество депутатского корпуса в сельских советах, в сельских администрациях просто избыточно в данном случае. Возможно, их будет уменьшено количество. Однако мы до 2019 года в этом году эту реформу проводить не будем. Сейчас только идет процесс формирования ее подготовки. Как только будут все плюсы и минусы положены на бумагу, обсуждены планы, то есть назначены ответственные. Только после этого, возможно, будет приступить к реализации. В любом случае, это будет экономически обоснованно и эффективно. Это цель только улучшения управления? Только улучшение управления, соответственно, сокращение количества должностных лиц, на которых несет расходы государство. Соответственно, в большей части мы же видим, что работа зачастую депутатского корпуса превращается в статистическую в определенную. Вот и все. Поэтому смысл в данном случае содержать, расходовать деньги и так далее. То есть, как бы, при том, что есть другие цели, на которые эти деньги можно потратить. Но точно не на содержание аппарата. Это укладывается как раз в парадигму, которая была определена партией «Единая Россия» как раз-таки на съезде. Улучшение управленческих кадров, изменение депутатского корпуса. Кого вы хотите увидеть в депутатском корпусе? Каких людей новых? В каком количестве вы хотите увидеть в парламенте крымском, в городах, в селах, во всех выборных каких-то организациях? Хотим увидеть небезразличных людей в данном случае, в первую очередь. Желание должно быть совершить что-либо полезное для своего региона, для людей, для соседей, для тех, кто тебя выбирал. Вот и все. Если желания этого нет, то сдвинуться, соответственно, какой бы профессионал ни был человек, а с мертвой точки практически невозможно. Поэтому будем исходить из того, что в первую очередь это должны быть и профессионально подготовленные люди. То есть, мы хотим по направлениям сесть и проговорить. То есть, каждую категорию, в том числе медицинских работников должен представлять заслуженный врач. Образование должны представлять люди из среды, которые знают проблематику, у которых есть связь непосредственно с теми, кто работает в поле, кто работает непосредственно в учреждениях образования, здравоохранения и так далее. То есть, неважно. То есть, должен быть сформирован депутатский корпус, в том числе и по профессиональному подходу. При этом, конечно, будут оцениваться те результаты работы, которые есть сегодня. Не все далеко депутаты сидят сложа руки. То есть, очень большое количество тех, кто работает реально, работает на своего избирателя. Соответственно, все, кто имеет положительный опыт, конечно, тоже останутся в составе депутатского корпуса «Единой России» и будут предложенными для выборов в региональные, в муниципальные и, соответственно, в Верховный Совет Республики Крым. Но, в любом случае, это будет общественный гласный процесс. То есть, это не будет никаких подковерных моментов. Здесь нацелены, в первую очередь, на то, чтобы выбрать реальных лидеров, тех, кто знает проблематику и тех, кому доверяют люди. Алгоритм какой? Вот человек-профессионал, решил что-то менять, уже не может сидеть дома, а смотреть на то, что происходит в его населенном пункте. Куда должен идти? Как заявить о себе? Как заявить о себе, если он хочет реально работать, помогать своему селу, своему городу, своему району? Партия «Единая Россия» имеет ячейки сегодня во всех регионах Республики Крым. То есть, практически до каждого села мы дошли. Поэтому, есть понимание и известные люди, с которыми необходимо общаться на местах. Обращайтесь в приемные организации «Единой России» по Республике Крым. Соответственно, те, кто имеет желание поучаствовать в избирательной кампании, хочет проявить себя. Будем благодарны таким людям. И, на самом деле, мой подход простой всегда. Хочется помогать тем, кто сам двигается вперед, у кого горят глаза, у кого есть желание. А не тем, кто инертно сидит, ожидая, пока начальство придаст ускорение тем или иным способом. Социальные лифты открыты в Крыму, Павлович? Несомненно, такие, ну, они, понятно, мы сейчас можно говорить там о качестве. Понятно, не везде, то есть, это получается быстро. Однако, мы с Владимиром Андреевичем Константиновым договорились, что эту работу будем держать персонально под контролем. Соответственно, пытаться выявлять вот тех людей. Ну, вот, у них сразу там вот видны определенные результаты. Приезжаешь в регион, видишь, встречаешься с этим человеком, встречаешься с местными жителями. И сразу понятна реакция. То есть, они говорят, да, мы этого человека знаем, мы понимаем. Он для нас прогнозируемый. Мы к нему обращались, никогда не получали отказа. Вот, соответственно, на таких людей будем опираться. Поговорим о 100-метровой прибрежной зоне. Был ажиотаж. А сейчас дело как-то остановилось. Причем люди не просто не перестали строить, а, наоборот, продолжают строить на пирсах, особенно на южном берегу Крыма. Вот как с этим? Когда увидим массовые сносы, тоже люди спрашивают. На самом деле же, вы же понимаете, что в том числе и ротации в Министерстве строительства и архитектуры, это в том числе вопросы, связанные с неудовлетворительной, и некачественной работой на этом направлении. К сожалению, решить системно эту задачу не получилось. Списки, которые выверялись в данном случае, подвергались корректировке на протяжении всего периода, пока они поступали непосредственно уже в Совет Министров. Мало того, когда я в конечном варианте отсматривал эти списки, как всегда, начинались чудеса. То есть видим, что объекты коммерческие, которые находятся на видных публичных местах, были списков исключены каким-то образом, не попали. Соответственно, а объекты, там такие, как, не знаю, балконы пристроены, там где-то в многоквартирных домах, или там в частном секторе в индивидуальном жилом строительстве, не знаю, кто-то баню у себя на шестисотках построил. Ну, то есть то, что не вызывает раздражения у соседей, то есть там, где нет нарушения интересов третьих лиц, соответственно, и где можно было не обращать внимания, в данном случае, на эти проблемы, однако их упорно... Включены в списки. Ну, конечно, но бороться это проще с простыми гражданами, чем, там, допустим, с кем-то состоятельными, поэтому зачастую... Каким-то образом взятки заносили местным властям? Я же не готов сказать, я не видел сейчас же... Ну, хоть как вы это оцениваете, но я понимаю... Оцениваю, как минимум, некомпетентность в данном случае, нежелание выйти в поле и самостоятельно убедиться в том, какая необходимость была на включение того или иного объекта в список, вот и все. Поскольку там, где главы администрации этим не занимались лично, ну, то есть не выезжали, то есть на места, соответственно, там и нет результата. В некоторых случаях, вот мы сейчас результатов достигаем, ну, вот сейчас решение по Кубу наступило в силу, мы его снесем буквально там после Нового года. После Нового года, еще раз остановлю вас, Сергей Валерьевич, извините, после Нового года, в январе. Ну, мы сейчас, там процедура просто должна пройти и все, но, соответственно, уже судебное решение уже есть, это в высшей инстанции, касационной. В Калуге арбитражный суд такое решение принял именно в интересах органах власти Республики Крым. А когда вы для себя вот поставили дату начала сноса в условном Коктебеле, где эти все шалманы мешают снести, мешают построить новую набережную, да, сделать новый кластер и в других городах, когда время Че? Вот 9 января перед выездом в Феодосию, 10 выезжаем, как раз в том числе будет заслушана стратегия действий по Коктебелю. К сожалению, вот последнее совещание, которое опять же было уже с участием федеральных заместителей министров, показало, что работа на этом направлении двигалась слабо. Администрация Феодосии там рассказывает о том, что там каждую неделю проводили совещание, там встречи с общественностью, однако это длится уже четвертый или пятый месяц. Там, я так понимаю, что владельцы там 20 киосков, значительная часть из которых это либо должностные лица, либо депутатский корпус, соответственно, там оказывают сопротивление какое-то. Воли, наверное, у властей Феодосии, то есть на решение на реализацию этой задачи, наверное, не было. Но я просто вижу по результатам, исходя из этого, предупрежденного сейчас Волченко Вадима Александровича о том, что он, поскольку курирует этот проект, что он должен вынести конкретные предложения, конкретные сроки должны быть у этих мероприятий обозначены. Поэтому вот процесс формирования набережной, если иначе, как ты беля, просто будет невозможен в силу определенных причин. Поэтому девятого рабочая группа пройдет, по итогам, то есть полностью всех проинформируем, в том числе будут и даты, когда приступят к определенным процедурам зачистки, создания условий для начала строительных работ. Вот это ближайшая перспектива. Это прямо вот, нет, это вот прямо мы в январе месяце формируем позицию, и к лету должны, мы к сезону в принципе, вот с НТО и со всеми вот такими объектами, которые находятся на набережных, должны навести порядок во всех регионах. И будут большие сносы на весну. Мы сейчас планируем, формируем позицию. Опять же таки, к каждому проекту подходим индивидуально. Для этого, вот еще раз, в Минстрое сейчас создана рабочая группа. Кабанов Евгений Константинович, по сути, вот вице-премьер, лично занимается этими вопросами, он у меня вчера был, я ему говорю, делегируйте, то есть, как бы, в данном случае свои полномочия министру, который должен персонально за это отвечать, он говорит, я пока вопросы связаны с незаконным строительством, практически лично вникаю сам. Ну, у нас сейчас вопросы дольщиков идут, это обеспечение прав людей, которые были обмануты застройщиками. В Ялте, в Ялте очень много таких людей. В первую очередь в Ялте на начальном этапе. К большому сожалению, появилось достаточно большое количество мошенников, при этом схемы, мы видим, что пришли к нам с материка, в данном случае, вот Краснодарский край, то есть ряд представителей начали на ИЖС-ах застраивать многоквартирными домами, соответственно, продавать людям квартиры, не понимая, как они ведут эти объекты в эксплуатацию. Мы вчера говорили с Аликом Анатольевичем Камшиловым, с прокурором республики, жесткая будет оценка прокуратуры в отношении тех, кто обманул граждан 100%, а задача у нас органов власти найти варианты, как ввести в эксплуатацию эти дома. Соответственно, в первую очередь, опять же, если не нарушены интересы третьих лиц, если соблюдены нормы, связанные с безопасностью. На Новый год куда поедете? У нас остается там буквально 14 минут. Где будете праздновать? Как Порошенко на Мальдивы не полетите? Нет, нет, точно не. У нас есть крымские Мальдивы. Порошенко, видите, у него свои принципы, свои привычки, поэтому пусть летает на Мальдивы. Ну, как раз его, наверное, за это время переизберут. Нет, да я дома буду находиться, конечно, там никуда не собираюсь. Да и времени там на самом деле нет, и за этот отпуск предстоит решить там очень много задач. Как раз вот такое время, когда будет появиться возможность мне, так сказать, покататься по проблемным местам, по проблемным объектам. Со мной должностные лица будут работать. Ну вот мы хотим, я говорю, Симферополь прошерстить полностью в части определения приоритетности, какие дороги проектируем в первую очередь. собрать сетевиков под это, то есть как бы с тем, чтобы сетевики провели ревизию еще раз, то есть как бы наличие сетей и их состояние, поскольку вон, как всегда, севастопольскую вон делаем, уже начинают верхний слой ложить, опять там сетевики выбегают, значит, все остановите, там просим верхний слой, у нас там еще что-то обнаружилось, мы еще что-то не сделали. Да что ж ты скажешь, но сколько же можно, то есть почему нельзя на этапе подготовки документации, соответственно, принять все соответствующие решения. Ну вот начинают объяснять, что там в проекте было указано 19 люков, колодцев, когда начали вскрывать, их оказалось 83 и так далее, но это вопросы к качеству экспертизы и к качеству проектирования. Но на каждом этапе, дьявол в деталях, надо в каждую ситуацию без исключения вникать, поэтому чтобы находиться на месте, деваться некуда, будем работать, вот, а по Симферополю, конечно, определим приоритетность, очередность проектирования, строительства и ремонта дорог в городе. Вы в строительстве за пять лет стали разбираться уже на уровне хорошего проектанта такого, инженера-строителя. Как это удалось? Так а здесь, это как, это просто моя жизнь, я с утра до вечера то сижу и копаюсь в документах, в деталях, разбираюсь в причинах невыполнения тех или иных задач. Соответственно, как правило, то есть как бы значительная часть этих причин надуманная абсолютно. Но надо было просто проявить, так сказать, настойчивость для решения конкретных вопросов. А детали там, ну, они всегда понятны, и когда начинаешь разбираться, там видно, что не обращали внимания, не вникали, то есть подходили поверхностно абсолютно к формированию процесса. Считали, что не перепроверят, считают, что не всплывет и так далее. Поэтому, ну что, знаете как, лучшее обучение — это практический опыт, который получен в поле. На своих, так сказать, шишках и на своих ошибках учатся легче всего. Конечно, самое грамотное учатся на чужих, но, тем не менее, то есть получается иногда таким образом. А скажите, было сирийское направление в прошлом году, иранское направление в следующем, не планируете? Сейчас международное сложно говорить там политике, поэтому для нас сейчас первичная — это внутренняя ситуация, связанная как раз с тем, что можно сколько угодно что делать на внешних фронтах, но, тем не менее, то есть внутренняя наша картина — это доходы населения здесь на месте, создание комфортных условий проживания, соответственно, помощь тем, кто не может, людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Вот на этом надо сосредоточиться. А внешние направления должны использоваться, в первую очередь, для пополнения бюджета, формирования налоговой базы, создания рабочих мест, поэтому возможны любые абсолютно направления. Тем более, наш президент обращает внимание на то, что международные контакты для Крыма — это одна тоже из основных задач. Сейчас группа вопросов. Да, продолжают поступать вопросы, вот много вопросов про прикрытие санаториями пути доступа к городским пляжам, вот, например, в Коцевеле, в Портените, люди звонят массово. Как с этим делать, какой алгоритм действий, куда идти, в прокуратуру, писать вам, что вот конкретно делать обычному человеку, который не может пройти к морю. Значит, на самом деле у нас препятствием вот таких вопросов является зачастую это антитеррористическая защищенность конкретных объектов, тем более, если это объекты ведомственные или детские. По детским объектам очень жесткая ситуация, очень жесткий пропускной режим. Соответственно, вот сейчас мы, ну, в Коцевеле там нет сейчас такой проблемы, там будет наложен сервитут вот буквально, то есть как бы до конца первого квартала, там до первого апреля. Городские власти эту ситуацию знают, эти вопросы в том числе обсуждены и с научными организациями, то есть как бы с частными собственниками, которые там находятся. Поэтому там будет сервитут проложен к морю, доступность к набережной будет обеспечена к началу сезона, никаких проблем не будет. При этом ведомственные санатории, конечно, с ними проблематичнее, однако практически со всеми достигаем соглашения, что по паспортам пускают всех местных жителей, пускают бесплатно везде, да, с туристами, то есть как бы есть определенные проблемы. Но опять же такие вот, то, что касается детских лечебных пляжей, наверное, здесь никаких послаблений не будет, все-таки есть ограничения, и они должны быть соблюдены. Но при этом информация о том, что это пляж детский или лечебный, должна быть доведена, все ее должны знать и так далее. Что касается военных или закрытых, но там закрытых объектов, в том числе принадлежащих различным спецслужбам и так далее, то есть как бы на них, конечно, тоже будет организовываться режим, но при этом задача администрации оценить на месте, то есть как бы наличие пляжных зон, необходимых и достаточных для того, чтобы люди в данном случае могли отдыхать и купаться. То есть как бы такой анализ сделан практически везде. Вот сейчас мы в этом году приступим к формированию и проектированию набережной Гурзуфа, то есть достигнуто соглашение, что будет выделено более трех миллиардов рублей на строительство этой набережной полностью, это берегоукрепление, пляжные зоны и так далее. То есть формирование комфортной среды. Без этого, без обратной опять же связи, то есть ничего не будет. Но в любом случае, граждан просим, обращайтесь в данном случае на социальные сети, на мои страницы в социальных сетях. Мы вам передадим все вопросы. На мои страницы будем индивидуально подходить и разбираться. Зачастую бывает недопонимание, то есть как бы и между руководителями учреждений, я имею ввиду, которые оказывают услуги в курортной сфере администрациями, но и местными жителями. То есть, но при этом мы опять же таки действуем исключительно в интересах местных жителей. Вопросы, целый блок вопросов касается освещения, в городах и селах Крыма. Вы уже говорили на пресс-конференции, что проблема будет решена. Симферополь первый начинаем в этом году. В январе вот должны подписать соглашение. Сейчас параметры буквально находятся в стадии обсуждения. То есть, главная задача и, наверное, главное условие это с тем, чтобы инвестор, который зайдет, сделает это за частные деньги на условиях концессии. Такой процесс уже начат, поэтому ожидаем его. На примере Симферополя эту модель сформируем. В дальнейшем начинаем привлекать деньги. Ресурс в бюджете Республики Крым сегодня пока не заложен в полном объеме. Но предполагаем, что консессионер сможет приступить к работе уже в марте месяце этого года в городе Симферополе. Задача 100% полностью обеспечить освещение всех улиц города. Всех там тысячеста с копейками улиц. Многие люди пишут из разных населенных пунктов. Сергей Валерьевич, когда к нам проведут газ, подтянут дороги. Просто я хочу сказать этим людям, но вы обратитесь к своим главам, чтобы они сделали, как было положено. Как положено, подали заявки. Главы должны представить, конечно, в первую очередь представить свои предложения по ремонтам и так далее. Мало того, администрациям поставлена задача, что если вы считаете, что данный участок у вас приоритетный, делайте сами проектную документацию, изготовьте. И с наличием проекта, прошедшего и получившего положительное согласование экспертизы, соответственно, обращайтесь в республиканские органы власти, на строители монтажные работы мы поможем финансами. У нас такой же принцип взаимоотношения с федеральными властями. Республика делает проекты, там, где идет совместное финансирование, а федеральный бюджет выделяет деньги на строительство. Вот, условно говоря, по нас, проектам из 78 миллиардов рублей, которые заложены, 12 это республиканский бюджет будет, так или иначе. Поэтому мы везде идем в режиме софинансирования. Так что администрациям просто надо на это обратить внимание. В любом случае, я прошу вас по итогам эфира все обращения, то есть как бы в том числе... Мы вам все передадим. Все передадим. Я не обещаю, что завтра все эти вопросы будут решены. Однако плановость определенная, подход определенный и после того, как я... Не после, а во время того, как я приеду в данный регион, я обязательно, то есть вот конкретные населенные пункты просмотрю. Ну, говорю сразу, конечно... Вот Донское, Симферопольский район, как раз нам написали, но скажите, алгоритм действий... По Донскому у меня вчера тоже были обращения, в том числе и по дорожному строительству. К сожалению, то есть во многих населенных пунктах их уже в принципе нет, этих дорог, то есть как бы... И поэтому сейчас задача приоритетно составить. Нам добавят денег из федерального бюджета, уже вот я в правительстве, Дмитрий Николаевичем этот вопрос проговорил. Мы заявление, то есть как бы дополнительно сейчас на потребность в финансах написали. Как только вот сейчас будет в январе месяце полностью приняты работы или не приняты, ну поставлена точка, то есть как бы по тем деньгам, которые выделялись в 2018 году, будет сразу принято решение о дальнейшем финансировании. При этом, я же говорю, главное сейчас определить приоритетность, правильность. Вот здесь совсем нет дороги и там вообще, ну, как говорится, конец на самом деле, то есть нормальной жизни, потому что не скоро они могут подъехать, не дети в школу не могут пройти. Там, конечно, это надо делать в первую очередь. Да, мы снимали недавно сюжет по Белогорскому району, там мост упал пять лет назад и полсела даже скоро не может проехать. Вот такие, наверное, решения должны быть в первую очередь. Опять же, администрации, то есть как бы знают на месте, что горит, что на самом деле вызывает у людей наибольшее раздражение вот в конкретном регионе. То есть и должны на этом концентрироваться. Но в большинстве своем, я думаю, что мы вот такие вопросы острые, то есть как бы сможем своевременно снимать. Поэтому прошу, то есть и дальше обращаться, то есть на социальные сети ни одно обращение без внимания не останется. Да, обращаются, потому что к администрации четыре года вот ничего не меняется. А вот я попрошу, и мы как раз вот в анализ, который будем делать в январе, то есть по количеству обращений, сколько раз обращались, и хочу оценить потом реакцию администрации. Все понятно просто, что, да, может быть, не все успевают, но тем не менее, там, где действительно провалился мост, там, где существует аварийность, там, где людям необходимо делать большой крюк, чтобы объехать, то есть должны эти вопросы ставиться во главу угла, соответственно, и на них нужно настаивать и ходить защищать свой регион, свой район для того, чтобы получить средства на выполнение этих задач. Сергей Валерьевич, наверное, вот вы единственный, скорее всего, я думаю, что единственный глава субъекта Российской Федерации, во время правления которого, благодаря вашим усилиям, вашей команды, главы государства, выпали и произошли такие грандиозные события, такие масштабные стройки, объекты построены, развитие международных дипломатических отношений тоже пик пришелся, вот особенно на этот год, такой прорывной год оказался 2018-й, насколько прорывным, как вы думаете, будет 2019-й предстоящий? Ну, на самом деле, я же говорю, прорывы должны сделать на внутреннем фронте, на нашем, вот, как бы, еще раз, качество жизни и с тем, чтобы дойти до каждого человека, то есть, вот это основная задача. Еще раз, органы власти должны быть в помощь, а не в противоборстве находиться с людьми, вот, как только мы этого добьемся, как только будет понятно, что человек, обратившись в органы власти, получит качественный ответ, мало того, в его проблему вникнут, не все можно решить, говорю сразу, то есть, как бы, не все вопросы даже у меня получается решить, иногда отсутствие нормативной базы, иногда просто отсутствие ресурса, иногда это просто, ну, ни под каким соусом экономически не обоснованно, даже обосновать сложно, бывают вопросы, связанные с тем, что вот люди приходят, понимая абсолютно ситуацию, два дома в селе находятся на отшибе, и до них надо тянуть дорогу, ну, там, прилично, там, более, там, километра и так далее, то есть, как бы, сели, посчитали, более 100 миллионов, чтобы сделать, там, такой отрезок дороги. Ну, проще тогда людям купить нам дома, там, так сказать, или квартиры, то есть, и переселить с такого места, допустим, чем тянуть, там, инфраструктуру, поскольку никак не обоснуешь, и, мало того, приоритетность не поставишь, то есть, такие вопросы. Поэтому, конечно, ну, вот, в данном случае приходится отказывать, но садимся, объясняем ситуацию, формируем, опять-таки, там, очередность определенную, вникаем в детали, ищем способ решить вопрос. Поэтому, думаю, что, вот, как раз, вопросы сближения с людьми, то есть, сегодня, и, вот, вопросы комфортного взаимодействия с органами власти, основная задача на, вот, 2019 год. Все остальное, поверьте, выстроится, и людям спасибо, они нас понимают, слышат, мало того, многое терпят, но в то же время, то есть, как бы, и я считаю это справедливо, конечно, не настроены тратить все свое время на борьбу, на достижение, там, каких-то, там, справедливых для себя, то есть, как бы, там, результатов. Ну, что это такое, если, там, обращаются, один и тот же ответ по шаблону получают, ну, по три, по четыре года, то есть, ничего не могут сделать. Не получается ли у органов власти, если нет возможности, встретитесь с людьми, объясните, что при принятии следующих нормативных актов, соответственно, возможно, будет решить ваш вопрос, не надо ходить каждый день, вот вам конкретная дата, приходите тогда-то, закон будет принят, и сразу мы сможем реализовать те вопросы, которые вы ставите в своем обращении, но не гонять людей туда-сюда, придите позже, придите послезавтра, может быть, потом опять позвоните или не позвоните и так далее, то есть, и все это превращается в пытку, у людей нет документов, не могут дальше строить, делать, оформлять там, ну, и, в общем, заниматься своей нормальной жизнью. Сергей Валерьевич, последняя, буквально полторы минуты осталась, есть возможность поздравить весь Крым в прямом эфире с Новым годом. На самом деле, хочется крымчанам сказать в первую очередь спасибо за понимание, поверьте, что вопросы, которые стоят перед органами власти, то, что они легкие, то есть, они никогда, по сути, то есть, как бы не решались в таком объеме и в такие сроки ни в одном субъекте Российской Федерации. Да, проходим путь проб и ошибок, на самом деле, не все получается, страдает и качество оказания, то есть, как бы, конкретных услуг, однако, благодаря вашей поддержке мы получаем силы на то, чтобы их преодолевать. Если этой поддержки, конечно, не будет, то, конечно, и настроение работать там, ну, и у меня, в частности, тоже, конечно, нет и не будет, ну, не было бы, ну, я все понимаю, поэтому доброе слово и вот та поддержка, которая есть, наверное, это главный аргумент, который, ну, меня мотивирует сегодня на выполнение там определенных задач, поэтому без этого, то есть, ничего не будет. Надо верить то, что все получится, что президент с нами, вся страна с нами на самом деле, а многие вещи зависят просто от каждого из нас, если каждый из нас на своем месте будет добиваться выполнения этих задач, у нас все с вами получится. Поэтому спасибо крымчанам, еще раз, за понимание, за терпение, за их труд, за вклад в общую победу. Спасибо. С Новым годом. Спасибо вас с наступающим Новым годом. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.